Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Из искра возгорело с пламя. Несправная проводка сделала бомжами мать-одиночку и двух ее малышей. Вместо Оскара лишение прав. Пьяный водитель устроил спектакль перед изумленными дорожными инспекторами. Красный цвет страстей, синий покой. Самарцам открылась космическая сила цвета швейцарского художника Вагнера. 50-летие автоваза на контроле у президента. Владимир Путин поручил федеральному правительству разработать и утвердить до 1 июля план празднования полувекового юбилея выпуска первого автомобиля на Тольяттинском заводе. Напомню, инициативу ветеранской организации автоваза президент поддержал во время рабочей встречи с губернатором Николаем Меркушкиным в декабре 2015 года. Подготовкой плана занялась рабочая группа под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича. В ее состав вошли представители федеральных органов власти, руководство Самарской области, Тольятти и Автоваза. Планируется провести выставки, фестивали, торжественное открытие памятных мест, реконструкцию объектов культуры, обновление парка общественного транспорта. Кроме того, в этом году Самара получит средства на строительство новых школ в рамках федеральной программы. Договоренность об этом достигнута на встрече губернатора Николая Меркушкина и заместителя председателя правительства России Ольги Голодец. Во время взита в Москву Николай Меркушкин встретился и с министром финансов России Антоном Силуановым. Главной темой встречи стала поддержка региона в части замещения дорогих коммерческих кредитов, которые брались ранее, дешевыми государственными. Достигнута договоренность о том, что федеральный центр окажет поддержку Самарской области в этом вопросе. Также министр финансов и губернатор обсудили тему выпуска областных облигаций. В данном вопросе глава региона также нашел поддержку. Компания «РусАгро» планирует реализовать в Самарской области несколько инвестиционных проектов. Соответствующее соглашение заключили губернатор Николай Меркушкин и руководитель «РусАгро» Владимир Башкович. Группа компаний готова организовать высокотехнологичное производство и переработку сельхозпродукции. Кроме того, «РусАгро» планирует участвовать в социальных и инфраструктурных проектах и способствовать вводу в сельхозоборот неиспользуемых земель. Присутствие в области подобного бизнеса говорит об ее высокой инвестиционной привлекательности. Более 156 тысяч квадратных метров земли могут освободиться в регионе после сноса аварийных зданий. Об этом говорили на седании областного кабинета министров. Судьба пустующих помещений стала одной из главных тем совещания. Региональное мистерство имущества провело инвентаризацию недвижимости, которая находилась в собственности области. В итоге оказалось, что из 7 тысяч зданий используется только чуть более 5 тысяч. 720 объектов находятся либо в аварийном состоянии, либо уже полностью разрушены. Часть помещений сейчас готовят к списанию. Таковых участков вскрылось 183 земельных участка. Общей площадью их 156 тысяч квадратных метров. И, соответственно, эти участки после списания объектов, которые расположены на них, конечно же, нужно заводить под строительство. Жизнь на пепелище. Герои нашего следующего сюжета в одночасье лишились крыши над головой. Пожар случился еще во время новогодних каникул. Дом на улице Кольцевую выгорел дотла за считанные минуты. В семье Погорельцев Большановых двое маленьких детей. Младший появился на свет перед самым Новым годом. Сейчас они в приюте. Районные власти подыскивают им жилье. Но беда в том, что огонь уничтожил буквально все их вещи. Ольга Морозова навестила Погорельцев. Плита стояла, стол умываться, стиральная машинка, холодильник. Ну, вот холодильник тоже сгорел. А стиральную машинку дочь мне брала в кредит. Я не знаю, как вот этим быть. Галина Большанова не оправилась от шока. За несколько минут ее большая семья осталась без крыши над головой. Когда случился пожар, дома была только дочь Елена с новорожденным сыном. Пяти дней от роду. Еще один внук на момент ЧП был вместе с бабушкой. Она на запах вышла, а уже, говорит, все, это горит. Она схватила его в люльку и бежать. И вот к соседям. Ничего не успели. Даже ни распашонки, ни пеленки. Вообще ничего. И мы тоже на работе с сыном были. У меня еще сын и дочь. Вот на работе были. И вот в чем ушли на работу. На службу. Потом пришли. Двухэтажный дом Большановы строили сами почти 20 лет. Планировали еще фасад кирпичом обложить и застраховать. Не успели. Предварительная причина пожара – короткое замыкание. По словам соседей, столб с проводами, который стоял во дворе дома, в тот день искрился, как новогодняя елка. Провода искрились, потому что у нас девчонки шли по улице. Они видели. Ну, замерзли. Говорит, мы замерзли, зашли домой. Ну, раз вы видите, что искрил, можно было бы вызвать пожарных, правильно? Ну, никто не почесался. Погорельцев приютили в общежитии госуниверситета. Елена Большанова с двумя маленькими сыновьями в социальном приюте «Ровесник». Там она сможет жить целый год. Девушки выдают сухой паек и детское питание. Администрация Октябрьского района подыскивает семье временное жилье в маневренном фонде. Елена, как мать-одиночка, сможет рассчитывать на льготы. Она будет признана нуждающейся в жилье и будет поставлена на очередь. Это шанс есть. Там будет рассмотрено еще с департаментом соцзащиты. Она получила мацеринский капитал. То есть в одну копилку сложим все документы, все ее права и попробуем помочь ей. Старшему внуку Галины Большановой Леве скоро год. День рождения он, скорее всего, встретит с мамой в социальном приюте. Бабушка рассказывает, малыш плохо перенес случившееся. Ребенок заболел лакунарной ангиной с высокой температурой. Вещи складывать Большанову некуда. А вот подгузники и детское питание малышам необходимы. Все, кто хочет помочь семье Погорельцев, могут обратиться в редакцию нашей телекомпании. Ольга Морозова, Константин Головин, Григорий Пляшаков. События. Спектакль провалился. Нетрезвый водитель, пытаясь уйти от ответственности, устроил театр одного актера. Чуть было не разнес патрульный автомобиль. Всю сцену, а дело происходило в Самаре, снимал бесстрастный видеорегистратор. Правда, недолго. Алина Чемерес покажет, как это было. «Душат! Помогите! Помогите! Душат! Не знаю, что делать!» Биться в истерике 21-летний молодой человек начал, как только осознал, что из рук правосудия вырваться не получится. Ночью 15 января он пьяным сел за руль. На московском шоссе его машину заметили активисты движения «Ночной патруль». И уже через несколько минут горе водителя остановили полицейские. Проходить медицинское освидетельствование он отказался, но ломать комедию не прекратил. Изображая припадки, повредил в патрульной машине видеорегистратор, переднюю панель и замок зажигания. «А здесь сейчас лицо плену». «Кого? Сотрудника?» «Вы что делаете? Вы что говорите? Что-то там рука текла». «Его! Я не могу дышать». Удивить полицейских актерским талантом нарушителю не удалось. Обморок его продлился недолго. Нарушителем оказался гражданин Ставропольского края. Выяснилось, пьяным за рулем садится не в первый раз. И уже дважды был лишен водительских прав. Документов у него не было и на момент задержания. На данного гражданина было составлено два первоначальных материала по признакам преступления. Это статья 319 оскорблении представителя власти. И 264. Нарушение правил дорожного движения лицом подвергнутым административным наказанием. То есть он уже был лишен и в очередной раз был задержан. Теперь нарушителю может грозить до двух лет лишения свободы, либо штраф от 200 до 300 тысяч рублей. Алина Чемерес, Константин Головин. События. Официальная статистика говорит, такие ЧП, к счастью, случаются все реже. Число ДТП сократилось на 20%, в том числе и с участием нетрезвых водителей. И начальник управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Игорь Антонов. Это связывает с ужесточением штрафов и установкой большого количества камер видеофиксации. Все это заставляет автолюбителей вести себя осторожнее и чаще соблюдать ПДД. Но есть и отрицательные тенденции. В прошлом году стали чаще сбивать пешеходов. Причем именно на переходах. Актуальной проблемой остается и отсутствие взаимоуважения на дорогах. Основная проблема у нас действительно агрессивность телевождения. Я уже не раз говорил, у нас как вот некоторые водители водят машины по улицам области, как БМП по афганским дорогам. То есть напористо, агрессивно, причем не взирая на мнение и желания окружающих. Это, наверное, одна из наибольших проблем именно на очень дорожной сети, прежде всего городов. Жители Самарской области стали больше доверять полиции. И число обращений граждан правоохранительных органов выросло в 8 раз. А вот уровень уличной преступности снизился. В областном главке МВД подвели итоги 2015 года. Улучшение показателей в руководстве связывает с готовностью жителей сотрудничать с полицией, а также с созданием в регионе таких общественных движений, как ночной патруль, народный контроль и добровольные народные дружины. С их помощью за год были выявлены более 15 тысяч нетрезвых водителей. Закрыты сотни киосков, которые незаконно торговали алкоголем. А более 6 тысяч общественников вместе с полицейскими встали на стражу общественной безопасности. Курс взят. Мы определили в этом году совершенно новые приоритеты жизни главного управления. Мы определили его в главном на охрану общественного порядка, обеспечении безопасности наших граждан. Это начало нашей большой работы. И уверяю вас, в этом году мы эту работу укрепим, двинем ее в новом качестве и, самое главное, в постоянном контакте. Мы все сделаем для того, чтобы эта работа была системной. Непогода сегодня мешала полетам. Из-за снегопада были задержаны несколько рейсов из аэропорта Курумыч. Также не прилетали самолеты из Уфы и Перми. В эти же города самарские пассажиры улетали с опозданием. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила один рейс на 10.45 утра из Москвы. Его пассажиров отправили позже, сообщает прислужба аэропорта. К этому часу Курумыч уже перешел на штатный режим работы. Однако синоптики на ближайшие два дня ничего хорошего не обещают. В большинстве районов мокрый снег, возможно метель, местами туман, гололед, сильный ветер порывами до 15-18 метров в секунду. А это значит, что сбавлять обороты городским службам благоустройства ЖКХ не следует. Скорее наоборот. На оперативном совещании в администрации Самара они получили наказ не расслабляться. Причем внимание нужно уделять не только уборке дорог, но и расчистке скатных кровель. При таких температурных перепадах в районе нуля градусов это особенно актуально. Первый зам главы города Владимир Василенко напомнил главам районов, что за эту работу они отвечают лично. Есть распоряжение главы по этому вопросу. Персональная ответственность возлагается на глав районов. Поэтому я прошу вот здесь, чтобы у нас повторения прошлогодних несчастных случаев не было. Каждый случай будет персонально рассматриваться. Снегом едины. Именно 20 января 40 стран мира отмечают День снега. Да-да, в международном календаре есть и такой странный праздник. Причем помнят о нем даже в Пакистане и в Турции, где это природное явление – небывалая редкость. Слепи снеговика отправилась и Марианна Мирная. 20 января по предложению Международной Федерации Лыжного Спорта отмечают Всемирный День снега. 40 стран мира присоединились к празднованию. Швейцария, Россия, Финляндия, Норвегия и многие другие уже несколько лет подряд принимают участие в снежных развлечениях. Не устояла и телекомпания «Самара ГИС». Как ни парадоксально, но в день снега снег совершенно не липкий, и снеговика нам сделать не удалось, зато получилось какое-то такое чудо-юдо. Морковку я, конечно, запасла, но для этого человечка она вряд ли пригодится, так что воспользуюсь ей на обед. Популярность зимних видов спорта и отдыха в рекламе не нуждается. Самарцы, только дождавшись приятной зимней погоды, вышли кататься на коньках, тюбингах и лыжах. Говорят, правильная зима должна быть снежной. Хорошая погода, очень люблю снег. Видите, даже одна иду кататься. Подружки у меня все что-то приболели маленько, и вот я сегодня иду кататься одна. И снег, это зима, в общем-то это нормально, я считаю, что зима должна быть хорошим белым снегом. И сегодня он выпал, это хорошо, мы сейчас хорошо по белому снегу покатаемся на лыжах. Пока городские службы борются со снегом на улицах Самары, в парках и скверах, избытку снега только рады. Елочки уютно греются под снежным одеялом и ждут весну. Мариана Мирная, Алексей Золотенков, События. Они еще не знают закону физики, и потому у их воображения нет границ. Конкурс конструкторов дошколят финишировал в Самаре. Малыши создавали масштабные проекты из всего, что под руку попадется. За полетом детской фантазии наблюдала Марина Матвейшина. Что нам стоит дом построить, а еще футбольное поле, автопарк, город будущего и фантастический Самарский зоосад. Малыши в детских садах конструировали свои масштабные проекты, заодно развивая математические способности, воображение и пространственное мышление. Они смотрят, какого размера взять им кубики, например, для возведения стен. Более крупный конструктор использовали. Для изготовления вольеров мы использовали более мелкий конструктор. Для лесенок опять мы взяли другой вид конструктора, чтобы укрепилась непосредственно форма вольеров опять же. В Самаре подводят итоги фестиваля конструирования. 168 детских садов представили проекты на суд жюри. Лучшими признаны два десятка работ. В этом году фестиваль проходит впервые, и презентацию взяли на себя педагоги. Но в будущем рассказывать о них будут сами дети. Воспитатели своими руками ничего не делали. Они работали с детьми, обсуждали выбор тематики с детьми и выбор материала. Потому что там, вы видите, и природный материал был, и бросовый материал. Конструировать вокруг себя пространство – одно из любимых занятий малышей. И воспитатели в детском саду микрорайона «Крутые ключи» активно поддерживают ребят в этом начинании. Чем меньше малышей, тем меньше конструктор. Сначала они работают вот с такими кубиками, но затем с опытом могут построить целую кухню. Потом, по своему желанию, могут перестроить ее в парикмахерскую или в гараж для автомобилей. Марина Матвешина, Станислав Левин. События. А теперь коротко о других темах дня. На космодроме «Восточный» началась сборка ракеты-носителя «Союз». Она выведет на орбиту, созданный в Самаре, первый российский студенческий наноспутник и малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Аист». Дату старта определят после всех испытаний. При этом, по данным РКЦ «Прогресс», первый пуск с нового космодрома назначен на 25 апреля. Больше бдительности при покупке и продаже квартиры машин следует проявлять участникам сделок. Новые сложности в оформлении документов внес закон о банкротстве физических лиц. Сделку с банкротом можно признать недействительной, а значит, при ее подготовке стоит проверить финансовое состояние продавца. 30-летний житель Самары обвиняется в попытке купить два военных билета. По версии следствия, в декабре подозреваемый в одном из городских кафе получил от гражданина 185 тысяч рублей. Деньги он должен был передать сотруднику военного комиссариата Самарской области по Советскому и Железнодорожному районам за выдачу двух военных билетов. Подарок на полмиллиона рублей. Экс-глава поселка Воскресенко Татьяна Бурсова подарила знакомой выписку на земельный участок на берегу озера. Его кадастровая стоимость – 470 тысяч рублей. На основании выписки женщина зарегистрировала право собственности, нарушив интересы муниципального образования. В отношении Бурсовой возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Сызрань водоканал сбрасывал в Саратовское водохранилище неочищенные сточные воды. К таким выводам пришли специалисты природоохранной прокуратуры. По итогам проверки в Сызранский городской суд был направлен иск к предприятию с требованием прекратить сброс недоочищенных вод. Решение суда вступило в законную силу. Нефть падает, а за ней, увы, падает и рубль. Сколько потеряла национальная валюта, и есть ли шанс, что цены на бензин тоже снизятся, знает наш экономический обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте! Доллар и евро сегодня снова ушли вверх. Центробанк установил на 21 января курс доллара США на отметке 79,46 рубля. Евро подорожал на 2 рубля до отметки 87,03 рубля. Золото стоит 2742 рубля за грамм, серебро стоит 35 рублей 2 копейки за грамм. Фактически можно ожидать, что национальная валюта уже 22 января упадет до 80 рублей за доллар. Это будет исторический максимум с декабря 2014. Между тем, нефть продолжает дешеветь. Сейчас бочка сорта Brent стоит 28 долларов 19 центов за баррель. По идее, раз нефть дешевеет, то и бензин должен снижаться. Так происходит во всем мире, но только не в России. Этим озаботились депутаты от КПРФ и потребовали от Федеральной антимонопольной службы разобраться. Что-то мне подсказывает, что снова пошумят и тихо разойдутся. А на сегодня это все. Удачи в делах. Большое кино и, что сегодня особенно актуально, за маленькие деньги. Молодой самарец решил снять полнометражный фильм с философским подтекстом о том, как важно помнить свои корни. Название картины – «Самарский». Хотя здесь режиссер, он же и актер, и оператор, и сценарист планируют снять лишь несколько сцен. Одну из первых картину посмотрела Марина Кравцова. Деревенский быт. Природа, взаимоотношения людей и внутренние переживания человека в центре действия. Фильм о чувствах, о переживаниях, фильм о прошлом. Потому что помните своих корнях, не забывайте их. Не только каких-то родственных, но еще и в профессиональном роде. Когда мы добиваемся каких-то высот в городе, мы забываем, кто вообще устоял в начале пути, кто нам помогал. Также есть и библейские мотивы, и там уже дальше скрытый смысл. Режиссер-постановщик, сценарист, главный герой, оператор и режиссер монтажа будущей картины с названием «Самарский» – одно лицо. Творческий 20-летний самарец Юрий Артемьев. В одиночку он решил снять полнометражный фильм – драму продолжительностью 70 минут. Большая часть материала уже отснята в Арске, небольшом городке в Татарстане. Второй смысл названия – герой сам из Арска. Но живет в Самаре. Быть сам себе режиссером и актером увлекательно, хотя вначале все казалось гораздо проще, делится Юрий. Съемочные дни длились с 5 утра до 9 вечера при любой погоде – в поле и даже на кладбище. Я подбегал, ставил камеру, знал, где будет сидеть герой, садился, так, понял, надо посмотреть, как в кадре смотрюсь. Отбегал обратно к камере, смотрел, так, вообще, смотрюсь хорошо, так, или порезал голову, так, нужно чуть подальше, камеру поднял. В поле я проводил по полтора-два часа, чтобы снять вот одну сцену. Молодой режиссер хочет доказать – хорошее кино со смыслом можно снять практически без затрат. Бюджет картины пока всего 7 тысяч рублей, причем 5 ушли на дорогу до Арска и обратно. При желании вообще возможно все, да хоть полететь возможно людям, чтобы показать людям вообще все возможно, все в ваших руках, идите и делайте. Самарский – вторая часть большого кинопроекта. Начать его молодые кинорежиссеры решили именно с продолжения. Появиться герой Самарский должен в другой картине – бах. Юрий вместе с другом пока только дописывают ее сценарий, а сиквел уже заканчивать снимать. Остались диалоги и Самарские сцены. Их предстоит снять весной на железнодорожном вокзале. Показать драму на большом экране планируют в начале лета. После Юрий собирается штурмовать различные фестивали. Таким форматом авторского кино заинтересовались и сетевые кинотеатры. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. Космическая сила цвета. Выставка работ Герарда Вагнера проходит в Музее Модерна. Большое влияние на творчество швейцарского художника прошлого века оказала теория цвета, разработанная Гетте. В России картины Вагнера выставляются во второй раз. На уникальной выставке побывала Алина Чемерес. Причудливые переплетения образов, тайные смыслы, одни и те же сюжеты на картинах Герарда Вагнера выглядят по-разному. Здесь все решают краски. Швейцарский художник творил в стиле духовного модерна. И пробудить в человеке самые яркие эмоции здесь предназначено космической силе цвета. В своих работах Герард Вагнер использует три основных цвета. Красный символизирует волю, синий силу, желтый дух, мышление. Смысл картины раскрывается в зависимости от того, как цвета соотносятся на полотне. Всего на выставке в Музее Модерна представлено около 40 работ Герарда Вагнера. Некоторые картины написаны натуральными растительными красками. На каждом полотне царствует его величество цвет. Он в творчестве художника – основа основ. Он просто брал какой-то определенный цвет. И дальше сочетания у него тоже складывались как-то подсознательно. То есть он не знал вообще, что он будет писать, что будет в конце, какой результат будет. Форма у него рождалась из цвета. Ощутить космическую силу цвета самарцы смогут до 10 марта. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Схватка за право попасть в сборную. Юные самарские дзюдоисты отправятся на первенство в ПФО. В регионе прошли соревнования, на которых определили лучших спортсменов. За звание победителя в личном и командном зачете боролись 200 ребят. О накале спортивных страстей наш следующий репортаж. Короткая схватка и победа в кармане. Самарчанка Алсу Галуза уложила соперницу на татаме за считанные секунды. В спорте она уже четвертый год. Говорит, выигрывать помогает невероятное упорство. В человеке воспитывается сила духа, сила воли. Если у тебя травма, ты держишься, дальше борешься. А вот для Леонида Поморцева самое главное сконцентрироваться. Чтобы выиграть схватку, говорит спортсмен, недостаточно хорошей физической формы. Важно настроиться на победу. Любое единоборство дает терпение, мужество. И поэтому я думаю, что люди становятся крепкими и по жизни идут легче. Всего на первенство Самарской области съехались около 200 спортсменов со всех уголков губернии в возрасте до 15 лет. Победители определят в личных и командных соревнованиях. На этот раз, говорят судьи, подготовка ребят и техника борьбы лучше, чем в предыдущие годы. Главный и самый желанный приз для победителей – попасть в сборную Самарской области под дзюдо и защитить честь региона на первенстве Приволжского федерального округа, которое пройдет в середине февраля в Уфе. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самарагис кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!